Сирия 14 мая. В Эдлибской зоне деэскалации продолжились столкновения сирийской армии с террористами Хаят Тахрир Ашам. Боевики сирийской национальной армии завербовали свыше 150 детей. Три террориста исламского государства были ликвидированы в ДРС Зоре. Об этом сообщает военный источник федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзух. Коротко об итогах противостояния. Провинция Идлиб. На линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандформирований продолжились боестолкновения. Портал Масар Пресснет передел, что подразделение сирийской арабской армии вступило в затяжной бой с отрядами Хаят Тахрир Ашам у деревни Хазарин. Боевики открыли огонь по опорным пунктам сирийской арабской армии у равнины Аль-Габ на севере провинции Хама. Под удар также попали укрепленные районы боевиков в окрестностях поселения Концафра. Источник также сообщил, что неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру подконтрольных Турции боевиков Файлак Ашам в поселке Саваджи. Атака была начата с обстрела штаба из гранатометов, после чего завязалась ожесточенная перестрелка. Файлак Ашам подозревает, что за этим стоит Хаят Тахрир Ашам, которая уже неоднократно пыталась избавиться от конкурентов и усилить свое влияние в провинции, расправляясь с высокопоставленными командирами других группировок. Провинция Хосака. Телеграм-канал Рыбарь сообщил, что на восток провинции прибыл очередной конвой военной техники Международной коалиции. Согласно данным источника, колонна военной техники прибыла с севера Ирака. Днем конвой тяжелой военной и строительной техники пересек границу через незаконный погранпереход Аль-Валид. Позднее агентство Анна Ньюс сообщило, что проезд колонии американской техники перекрыли местные жители на дороге между поселениями Дашташи и Кахира. Позже курдские боевики арестовали свыше 20 человек, которые препятствовали движению американского конвоя. Пользователь твиттер Джаб Хасай передал, что 10 курдских боевиков демократических сил Сирии погибли в перестрелке у города Рас-Аль-Эйан. Ночью СДФ в очередной раз предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира», однако встретили ожесточенный отпор со стороны турецких военнослужащих и сирийской национальной армии. Днем в третьем секторе лагеря Аль-Холл разгорелся пожар, в результате которого пострадали женщина и ребенок. После пожара боевики СДФ провели рейд и задержали трех беженок. Арестованные имели турецкое гражданство. При допросе было выявлено, что они являются женами террористов исламского государства и планировали поджог. Ирак. Как передает источник в сети твиттер Бен Вайран, террористы исламского государства совершили вылазку в поселке Эль-Фалуджи, убив трех мирных жителей, а также тяжело ранив еще пятерых. Днем ранее боевики совершили нападение на конвой бойцов Хашт-Шааби в провинции Дияла, убив и ранив нескольких патрульных и местных жителей. РИА новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции сообщает, что на севере Ирака была нейтрализована группа из четырех боевиков рабочей партии Курдистана, которые укрывались в горах. По информации, предоставленной ведомством, места дислокации группировки были обнаружены в районе Киркук и Митина. Провинция Латакии. Приграничной с провинцией Идлиб на северо-востоке Латакии отмечались боевые действия сирийской армии против Хаят-Тахрир-Аш-Шам. Позднее военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки на склонах Курдских гор. Провинция Алепа. На севере провинции неизвестные боевики совершили покушение на сотрудника военной полиции сирийской национальной армии в городе Аль-Рей. Как сообщает источник в сети Твиттеркс, группа неизвестных открыла по нему огонь на поражение из автоматов. Боевик скончался до прибытия медиков. Медиоресурс СОХ сообщил, что около 150 несовершеннолетних были завербованы в Алепо и Идлибе боевиками дивизии Султан Мурат для участия в боях в Ливии на стороне нелегитимного правительства национального согласия. Источник также сообщил, что общее количество завербованных в Сирии достигло 12 250 человек, 287 уже погибли в ходе боевых действий. Провинция Дейр-Эс-Зор. В зоне оккупации демократических сил Сирии продолжились провокации неизвестных боевиков. Как сообщает портал Алепа-Эмси, в поселке от Таяна взрыв самодельный, бомбы, в автомобиле убил двух членов безопасности СДФ Асаиш. Агентство Дар-Ньюс передало, что к юго-западу от города Дейр-Эс-Зор террористы ИГИЛ атаковали отряд сирийских военнослужащих. В результате перестрелки были ранены пятеро солдат сирийской арабской армии. Три боевика были нейтрализованы, а оставшиеся скрылись на мотоциклах. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.